добрый мы с вами сегодня надеюсь закончим тему а может конечно не закончим но постараемся опорно-двигательный аппарат и сегодня будем говорить про двигательную движущую его часть про мускулатуру будем говорить про строение мышц и про то какие виды мышц у нас есть и какие особо развиты при этом в нашей помним что в опорно-двигательном аппарате нашим задействованы скелетные мышцы у нас еще гладкие мышцы в стенках органов желудки кишечники матки мычевом пузыре сосудах а в опорно-двигательную систему входят не любые мышцы а так называемые поперечно полосатые или скелетные соматические мышцы особенность этого типа ткани в том что она состоит не просто из клеток а из мышечных волокон а мышечные волокна это слияние многих клеток поэтому получается такая единая длинная длинная штуковина микроволокно мышечное волокно или миофибрилла все кто ел мясо особенно говядину в ней хорошо видно сталкивался с тем что вообще мясо разбирается на такие тоненькие прядки как волосинки именно потому что это поперечно полосатая мускулатура значит миофибрилла это вот слияние клеток они тоже собраны в пучки мышечном волокне поскольку это много клеток там сейчас найду стрелочку много ядер а внутри находятся микро волокна которые построены из белков актина и миозина снаружи мышца окружена соединительной тканью она как бы в таком мешке я не знаю кто из вас там не знаю когда-нибудь резал шашлык или делал что-нибудь подобное но в общем кто из вас когда-нибудь имел дело с цельным куском мяса не пожаренным порезанным в ресторане тогда мог обратить внимание что как бы целый кусок мяса покрыт такой пленкой это и есть соединительная ткань и она в некоторых местах утолщается получается что мышцы у нас находится в таком соединительной тканом мешке эпимизии или фасции который в конце мышцы соединяется в такую соединительную тканную плотную структуру которая называется сухожилием и она уже крепится прирастает кости все мышцы должны крепиться к чему-то что они двигают или относительно чего они двигают при этом внутри целая мышца делится на отдельные группы волокон то есть она разбирается на такие пучки и между волокнами тоже есть соединительная ткань то что мы когда варим мясо называем жилками и если между мышцами то это соединительная ткань называется эндомизий а если вокруг всей мышцы то эпимизии или фасция кто при еде обращал внимание на то что мясо может разбираться на такие вот отдельные волокна а эти волокна находятся отдельными фрагментами такими в жилках в оболочках ну если вы никогда не резали сырое мясо то вы могли с этим сталкиваться например если когда-нибудь доставали из супа большой кусок вареного мяса или прямо всем здесь присутствующим либо мама режет мясо на кусочки либо вообще мясо не едите кто сталкивался с волокнистой природой свинины или говядины курица тоже конечно волокнистая просто там помельче не так видно кто сталкивался с жилками в мясе иногда это просто такие пленочки которые многие не любят и есть ни за что не хотят и когда это пленочки это как раз может быть либо эпимизий либо эндомизий а иногда это прямо такая толстая тяж такой плотный собственно тогда уже само сухожилие которое в мышцах чему-нибудь крепилось само одно волокно это у нас такой цилиндр который в принципе может быть большим вот у меня например есть бицепс на длину этого бицепса у меня могут быть отдельные продукты слияния клеток такие мышечные волокна при этом они тоненькие то есть вот толстые они не бывают до одной десятой миллиметра толщины одно такое слияние клеток одна такая мега клетка мышечная может быть снаружи она покрыта своей плазмолеммой цитоплазматической мембраной которая у мышечного волокна называется сарколемма сарка это мышца соответственно это мышечная мембрана а внутри своя цитоплазма которая называется саркоплазма поскольку мышцы сокращаются а каждый шажок вот этого белка миозина по актину смещение это молекула АТФ то есть мышцы потребляют очень много АТФ то есть энергии прямо очень очень много это значит что им нужно много еды много кислорода и много тех органелл которые за счет кислорода окисляют еду делают АТФ АТФ у нас делают митохондрии вот митохондрий в мышцах очень много поскольку должен кто-то быстро быстро окислять эту еду и довольно развитые внутри у мышц саркоплазматический ретикулум на котором на рибосомах синтезируются белки те самые белки из которых будут состоять эти самые мышечные волокна то есть мышечная клетка это клетка в ней есть ядра вот тут они отмечены из которых будут исходить рецепты белков конечно в основном это будут белки актин и миозин которые из которых состоят собственно вот эти двигательные комплексы мышц но также в светоблазме помимо ядер будут много много рибосом которые синтезируют белок и сидеть они будут в основном на эндоплазматической сети и много много митохондрий которые будут поставлять энергию этим движущимся белкам то есть мышечные клетки очень даже живые клетки которые активно работают поскольку все-таки мышечное волокно хоть и 0,1 миллиметра но для клетки это вообще-то очень много большинство клеток которые мы рассматриваем в микроскоп они не одна десятая миллиметра а гораздо меньше одну десятую миллиметра ну почти можно разглядеть глазом соответственно получается что у мышечного волокна есть толща снаружи причем не каждое мышечное волокно а группа мышечных волокон обнимают капилляры то есть кровь принесла кислород но при этом этот кислород нужно эффективно передать от капилляров внутрь мышечного волокна к сожалению мышца быстро сокращается в ней много митохондрии во всей толще и нельзя подождать пока там снаружи во внешнем слое митохондрии добудут энергию и она потихоньку к нам придет поэтому прямо внутри мышц есть свой собственный белок-переносчик кислорода если в крови кто знает как называется белок который переносит кислород в крови когда берут анализ крови что первое меряют что бывает у вас высокий или низкий кто знает как в крови называется белок-переносчик кислорода правда никто никто не знает где могла алексей знает молодцы гемоглобин да а у мышц есть гем гема это кровь гематология наука о крови амиоглобин это мышечный такой же белок он похож на гемоглобин в нем тоже есть железо и он соединяясь кислородом тоже красного цвета поэтому мышцы красные мне часто задают вопрос если из мышцы вылить кровь она перестанет быть красной нет она не перестанет быть красной потому что в ней много миоглобина то есть прямо в самих мышечных клетках содержится специальный белок переносит кислорода который от капилляров в глубь мышцы перенесет кислород капилляры все-таки вот в эпимизии в эндомизии в соединительной ткани как вы понимаете просто между волокнами запихивать капилляры сокращающиеся волокна будут их раздавливать соответственно вот в каждой такой оболочке вот в таких соединительных тканных оболочках там есть капилляры из которых диффундирует кислород соответственно в толщу мышцы при этом мышечные клетки живые и они могут расти рост мышцы осуществляется за счет двух процессов гипертрофии то есть супер кормление мышца разъелась то есть одна клетка одно мышечное волокно вот эта мега клетка многоядерная она просто сама оставшись одна насинтезировала в себе много всего такая выросла раздулась в ней стало больше миофибрил больше саркоплазмы больше митохондрий просто сама клетка стала крупнее а бывает опция гиперплазии когда мышечные волокна будут увеличиваться количественно то есть клетки будут делиться их станет численно больше соответственно гипертрофия менее долгая вещь клетки могут условно худеть гиперплазия более долгая вещь соответственно когда человек накачивает мускулатуру если он это делает очень резко и много много ест белка спортивного питания какого-нибудь у него происходит в первую очередь гипертрофия если у него физические нагрузки регулярные условиях нормального питания то может увеличиться количество на число мышечных волокон будет гиперплазия и тогда мышца вырастет надолго как мышечное волокно сокращается потому что вот эта соединительная ткань эпимизий она не проводит электричество соответственно мышечные волокна от соседей изолированы каждое мышечное волокно ток не передает на соседей при этом если поступил в клетку сигнал миозин шагаем то все миозины шагнут и полотно сократится если не поступил то не шагнут а вот так чтобы давайте каждый третий шагнет там некому передавать такие сигналы это просто химические вещества поэтому если возникло условие там йоны кальция зашли атф достаточно если возникли условия чтобы химический белок изменился изменил форму да он изменит причем все не возникли не изменит а каких-то инструкций которые бы понимали белки на 1 2 считайся каждый третий там шагните так не работает потому что там нет ни разума не приказа только химические условия поэтому мышечное волокно сокращается по принципу все или ничего то есть целое молокно она либо сокращается полностью либо не сокращается вообще а в пол силы не бывает за счет чего же тогда получается что мышцы иногда напрягаются сильно вы все на себе можете попробовать да я на себе могу можно просто вот согнуть руку и тогда бицепс будет такой ну ощутимый но не очень твердый а можно изо всех сил ее напрячь прямо тогда он будет тверже то есть мы все знаем что мышца может развить большее усилие и меньше мы можем там потянуть на каком-то тренажере послабее а можем посильнее за счет чего же одна и та же мышца будет сильнее или слабее если одно волокно сокращается либо не сокращается степень сокращения зависит от того сколько волокон в мышце а в мышце множество волокон сократились то есть получается что часть сократилась а часть болтается все сократились максимальное усилие на которые способна мышца понятно что такая экономия очень важна если мы по каждому мелкому движению будем напрягать всю мышцу мы потратим очень много энергии на совершение работы на которые хватит меньшего поэтому конечно желательно мышцы каждый раз полностью не напрягать соответственно к группам мышечных волокон приходят нервные окончания от специальных мотонейронов и вот мотонейрон он приходит не на всю мышцу целиком один бицепс один мотонейрон а на маленькие группки мышечных волокон поэтому мышцы можно послать как вот тут изображен это микропрепарат реальная микрофотография как вот это конец аксона двигательного нейрона мотонейрона а вот этот аксон ветвится на нервные окончания и вот тут синапсы подходят к разным мышечным волокнам вы даже видите наверное эти отдельные мышечные волокна куда-то у меня картинка испарилась сейчас верну так вот получается один мотонейрон иннервирует ну вот там не знаю десяток может пару десятков волокон а в мышце их сотни соответственно в моторной зоне коры больших полушарий возникает импульс и вот тут мы можем регулировать там 20 мотонейронов по все пошлют сигнал или один соответственно степень сокращения зависит от того сколько именно мотонейронов послали сигнал мышцы вот мотонейроны между собой могут договариваться кто включился кто не включился соответственно мышцы сокращается слабенько в пол силы или вообще очень мощно при этом сигнал у нас проходит через спинной мозг и выходит из спинного мозга на уровне мышцы к ногам пониже к рукам повыше и так далее из этих синапсов из окончания нервных клеток выделяется специальное вещество которое говорит мышцы сокращаться это нейромедиатор который называется ацетилхолин вот у нас наш мозг у этого человека лицо здесь вот здесь у него затылок впрочем по подписям наверное не трудно сообразить если лобная доля здесь а затылочная здесь соответственно самая главная область контролирующие у нас произвольное движение находится как раз в лобной доле коры мы управляем тем как мы шевелимся в первую очередь вот этой части мозга в лобной доли теперь что касается формы и места в теле скелетной мускулатуры мышцы бывают разные по форме длинные короткие более плоские более выпуклые они крепятся к разным костям а иногда и не к костям и функция зависит от того к чему они крепятся подавляющее большинство мышц крепится к костям и обеспечивают движение в суставах например сгибание там руки или ноги или пальца это тоже управление мышцами что называется головками мышц вы можете на этой картинке увидеть что мышц это вот такой мешок у которого несколько кончиков вот здесь вот здесь один кончик у этой мышцы а здесь два она так разветвляется и крепится к костям в двух местах вот такое окончание мышцы сухожилием и называется головкой мышцы соответственно наши мышцы бицепс которая двумя головками крепится к лопаткам и ключицам двуглавая а наши мышцы трицепс наоборот разгибатель с другой стороны руки у нее три таких разветвления она трехглавая и так далее бывают широкие плоские бывают такие у которых не одна узенькая головка а такое плоское крепление к каким-то плоским костям по разному бывает мышцы можно разделять также по тому какую они совершают работу мышцы которые делают прямо противоположное ну вот например задняя поверхность бедра мышца сгибает ногу она тянет за кости голени и нога сгибается то есть в выпрямленном положении она вот здесь вот крепится когда она сократилась она вот потянула за голень и нога согнулась а на передней поверхности бедра мышцы наоборот она крепится к тем же костям вот здесь вот под коленкой соответственно когда она сократилась она в эту сторону тянет нога выпрямляется когда она расслабилась мы можем ногу согнуть бицепс у нас крепится вот сюда какая-то у нас кость получается к лучевой кости тянет за нее давайте на другой руке и рука сгибается а трицепс наоборот к локтевой кости крепится сзади и когда он тянет за нее рука разгибается вот такие мышцы которые обеспечивают движение в противоположных направлениях например сгибатели сгибатель приводящие-отводящие вы знаете что например плечом можно можно плечо отвести в сторону а можно прижать к телу мышцы которые отводят конячности или приводят называются отводящие-приводящие вот такие мышцы называются антагонисты вы где-нибудь слышали вив pikump или или где-нибудь еще слова антагонист Антагонист это, как правило, противник главного героя. Поскольку главный герой обычно герой положительный, то антагонист обычно злодей. По большому счету, главное, что это противник интереса, которого противоположны. Соответственно, мышцы антагонисты совершают противоположные друг другу действия. Бывают мышцы, которые наоборот друг другу помогают. Некоторые движения, в том числе, кстати, выпрямление ноги, могут требовать такой силы, что несколько мышц будут действовать в одном направлении. И тогда их называют синергистами. Вот у нас на передней поверхности бедра есть не только самая большая четырехглавая мышца, но еще и такая косая портняжная мышца. Вот они вместе, немножко с двух сторон, но тянут нашу ногу для того, чтобы ее разогнуть. Кроме того, есть мышцы, которые не крепятся к костям. Не приводят в движение части нашего скелета. Строение у них точно такое же, но они крепятся к чему-то другому. Например, диафрагма – мышца, которая отделяет у нас грудную полость от брюшной. Когда она расслаблена, она таким куполом над животом лежит под грудной клеткой. Она мягкая, плоская такая, поперечно-полосатая. Когда мы ее напрягаем, вся эта плоскость укорачивается, и тогда она перестает быть такой сильно вогнутой, она как бы спрямляется. Когда она расслаблена, кишечник и прочий желудок и прочее на нее поддавливают снизу, и она прогибается. Когда она сокращается, она спрямляется, и из-за этого опускается вниз. То есть объем брюшной полости становится меньше брюха, а объем грудной полости над ней, наоборот, увеличивается. И за счет этого расширяются легкие, происходит всасывание. Соответственно, диафрагма у нас – дыхательная мышца. Помимо того, что у нас между ребрами есть мышцы, от одного ребра к другому они крепятся. И когда они сокращаются, они как бы тянут ребра вверх. Когда тянутся ребра вверх, грудная клетка приподнимается, и объем увеличивается. Происходит всасывание воздуха в увеличивающийся объем, как шприцом насасывает. Еще и диафрагма опускается, когда напрягается, и воздух опять же всасывается. Извините, секунду. Простите, а то у нас случилась пожарная ситуация. Соответственно, диафрагма никакими костями не шевелит. Она увеличивает объем грудной полости, уменьшает объем брюшной. Но при этом мы можем ею управлять. То есть мы можем при вдохе очень сильно сделать так, чтобы сознательно вдохнуть. И реберные мышцы и диафрагма управляемы. Они могут сокращаться автоматически. У нас есть автоматическое дыхание. Но сознательно мы им управляем. То есть мы можем, хотя нам хочется вдохнуть, этого не делать. И мы будем удерживать свою мышцы, межреберные диафрагмы до тех пор, пока от нехватки кислорода мозг не начнет падать в обморок. И тогда, как только отключатся верхние отделы коры, вот тут ствол перехватит управление, и мы начнем дышать автоматически. Поэтому, в принципе, считается, что задушить себя человек нормально не может. Потому что, как только он начнет реально задыхаться, он перестанет контролировать этот процесс, и дыхательная автоматия восстановится. Наоборот, внизу, в тазу, помните, мы обсуждали, что таз у нас как чаша. Вот в нижней части таза, там, где отверстие, есть мышцы тазового дна, которые держат все наши внутренности. Они могут напрягаться и расслабляться для того, чтобы позволить открыться выводным отверстиям. Там есть свои кольцевые мышцы-сфинктеры. Но мышцами тазового дна можно их зажать и попытаться удержать. Сами знаете, когда хочется в туалет, можно сильно втянуть как бы в себя. Вот это ощущение довольно понятное, когда ты в себя втянул вниз напряг мышцы тазового дна и какое-то время удержаться. Они тоже не шевелят скелетом, то есть мы не шевелим половинками таза. Они только подтягивают вот это дно, мышечную выстилку таза. Глаза. Вот я прямо сейчас могу там посмотреть налево, направо, покрутить глазами. Никакие кости при этом не двигаются. Двигаются только сами глазные яблоки, да? Но делаю я это сознательно. Значит, мышцы поперечно-полосатые, скелетные, они управляются сознанием. Гладкие мышцы не управляются человеческой волей. Гладкие мышцы управляются автономной нервной системой. Соответственно, я не могу по желанию пошевелить кишкой. Вы решите, пошевелю-ка я кишкой, не выйдет. Кишка не подчиняется моей коре головного мозга. А вот глаза очень даже подчиняются. Но крепятся эти мышцы не к костям, опять же, а к самим глазным яблокам. С разных сторон и, соответственно, тянут за глазное яблоко. И там тоже есть мышцы-антагонисты. Когда одна расслабляется, другая напрягается, и глаза, например, поворачиваются все, оба-два, вправо или влево. Довольно сложный управляемый мышечный аппарат у нас во рту. Вот помимо того, что я шевелю губами, а это мимические мышцы, да, кости при этом могут не шевелиться. Я, в принципе, могу зубы сжать. То есть нижняя челюсть двигаться перестанет. Но, тем не менее, шевелить губами и языком. Кости неподвижны. Мышцы языка, гортани, глотки. Мы все с вами можем сглотнуть нарочно. Раз, и совершать глотательное движение. Значит, оно тоже управляемое. Значит, это поперечно-полосатая мускулатура. Значит, начальный отдел пищевода тоже имеет поперечно-полосатые мышцы. Дальше там все уже гладкое. Желудком пошевелить нарочно я уже не могу. Нижней части пищевода тоже. Кишечником тоже. А вот язык, гортань, гортань в дыхательном горле, глотка и начальный отдел пищевода, это такое пищевое горло, да, этим я могу управлять нарочно. Ну и мышцы лица, которые кости не двигают, а двигают там щеки, брови, глаза и все такое прочее. Мимические мышцы. Вот все мышцы из этого списка двигают что-то, что не является костями. Не перемещают наше тело в пространство, но совершают важные внутренние движения. Другие мышцы головы некоторые тоже у животных развиты. Например, многие животные, как вы знаете, двигают ушами хорошо. У людей это скорее рудимент. То есть мышцы, которые идут к ушам, у нас сохраняются. И некоторые люди даже умеют немножко нарочно, произвольно шевелить ушами, хотя очень слабо. Но мышцы эти уже не сильно развиты, и управление ими тоже не сильно развитое. Здесь присутствующих наверняка не все умеют шевелить ушами. Вот я, например, не умею. У меня эти мышцы совсем почти не развиты. А какой-нибудь ваш котик или собака, они довольно хорошо ушами шевелят, потому что мышцы, ведущие к ушам, у них довольно хорошо развиты. Шевелить мышцами черепа тоже многие животные умеют лучше нас. Зато вот те мышцы, которые, собственно, на лице, у человека развиты очень сильно. И лобные, и окружающие глаза, и поднимающие губы, и уголки рта, и многое другое. Мускулатура мимическая довольно сложная. Обычно они, хоть и крепятся к костям, но дальше уже шевелят кожу лица по отношению к черепу, или части кожи лица по отношению друг к другу. При этом у нас еще на голове нужно важное учесть, есть еще жевательная мускулатура, которая крепится к нижней челюсти. По четыре крепления с каждой стороны, и позволяет ей ушевелить. Наша жевательная мускулатура довольно слабая по сравнению с каким-нибудь крокодилом, но тем не менее надо учесть, что с точки зрения приложения силы на квадратный сантиметр, жевательные мышцы даже у нас с вами все равно самые мощные. То есть никакой бицепс, никакая мышца бедра такого усилия на единицу площади, как жевательная мышца, не прикладывает. То, что вы делаете, кусая какое-нибудь яблоко, это большее усилие для конкретного мышечного волокна, чем развивает наша спина или трицепсы, когда вы поднимаете штангу. Если кто-нибудь из вас мог бы поднять штангу, жевательные мышцы самые сильные в каком-то смысле, при том, что мы с вами не перекусываем ничьих костей, поэтому наши, частно наши, по сравнению с тигром или крокодилом, жевательные мышцы относительно слабо развиты. Значит, какие еще главные мышцы у нас есть? Ну вот мышцы лица, я думаю, обычному человеку учить совершенно не обязательно, хотя надо понимать, что каждая мышца – это самостоятельный орган. То есть у мышцы есть и болочка, и она в каком-то смысле вполне себе сама по себе. Поэтому нужно понимать, что у каждой мышцы, как у органа, может быть своя личная болезнь. Если мышца там продула, охладила, травмировала, у нее может быть миозит. Вообще мы с вами дальше будем, когда идти по анатомии, мы будем обсуждать, что бывают заболевания. Ну, поскольку изучение анатомии человека подразумевает ликбез также по каким-то основным патологиям, нарушениям. Вот мы в прошлый раз, например, обсуждали патологию осанки. Так вот, воспалительные процессы в человеческом организме, болячки, связанные с воспалением, они всегда называются наид. Гастрит – воспаление желудка. Атит – воспаление уха. Бронхит – воспаление бронхов. Миозит – воспаление мышцы. Если у вас там где-то шею продуло или там во лбу что-то заболело, и доктор говорит, это миозит, значит, мышца сама по себе воспалилась. Ну, пожалуй, мышцы, которые нам вот прям сильно хорошо видно, пожалуй, это грудинно-ключичная сосцевидная мышца, которая ведет от сосцевидного отростка, то есть от черепа, к нам туда включится и к грудине. У меня вот это мышцы, которые очень хорошо видно, когда напрягаются на шее. Ну, и некоторые мышцы еще здесь более или менее видно. А вот на теле самые крупные мышцы, конечно, всякий спортивный и неспортивный человек должен более-менее знать. Лучше всего все обычно знают про кубики. А это прямая мышца живота, разделенная, септированная на такие фрагменты. Кроме того, есть еще косые мышцы живота. Которые скручиваться нам позволяют. Тоже они могут быть в большей или меньшей степени накачаны. Надо понимать, что мышцы живота, или как их любят называть мышцы пресса, помимо того, что они совершают движение, складывание нашего тела, скручивание нашего тела, они являются защитной стенкой, потому что тут у нас нет костей в животе. Если грудную клетку защищают ребра, даже если мышцы очень слабые, то мышцы пресса, они не только совершают движение, но и создают такую преграду и удержание для наших внутренностей. Поэтому у них такая особо важная роль. Большую грудную мышцу тоже, наверное, знают все. На любом качке ее видно хорошо. Мышцы, которые у нас вот здесь вот тоже довольно хорошо видны при напряжении, называются трапециевидные. Ну, относительно мышц руки, конечно, мы с вами не медики, мы с вами не будем обсуждать конкретные мышцы, управляющие нашими пальцами или чем-то еще. Обычно все знают так называемую дельту, дельтовидную мышцу. Вот эту вот довольно крупную мышцу, которая поднимает руку. Вот если вы опустите руку, она мягкая, сюда обычно там прививки делают или что-нибудь такое. Если вы руку начинаете поднимать, вот тут такая мышца выделяется довольно прочная, крупная, она называется дельтовидная. Бицепс – двуглавая мышца, которая сгибает руку, а с обратной стороны руки – трицепс, мышца, которая разгибает руку. Это самые знаменитые, которые обычно знает любой там тренер. Что касается спины, вот, кстати, наша трехглавая мышца, трицепс ее видно. Самая известная, наверное, мышца спины – это так называемая, она правда так называется, широчайшая мышца, которая как раз ведет к нашим рукам, позволяет совершать притягивающие усилия. То есть, грубо говоря, когда мы подтягиваемся, работу совершает именно эта мышца, если кто умеет подтягиваться. Трапециевидная, теперь видно почему-то трапециевидная, потому что, на самом деле, помимо того, что она тут сзади, за шеей торчит, она, на самом деле, на спине довольно большая, вдоль позвоночника очень велика и сильна. Одна из самых знаменитых мышц человека, потому что она отличает нас от большинства животных, – это большая ягодичная мышца, да, то, что в просторечии называется ягодицами. Дело в том, что мы при ходьбе заводим ноги за спину, то есть вот у нас линия спины, да, и, в принципе, наши ноги могут как вперед идти, так и назад. Представьте себе своего там, если у вас есть кота, собаку, корову, короче, любое четвероногое животное. И представьте себе, что оно ногу поднимает не в сторону, как собачка там делает, а назад, вот у него тело закончилось, вот у него тут хвостик торчит, и вот нога туда дошла до уровня спины и поднялась выше уровня спины к хвостику. Четвероногие животные так не делают, от слова совсем. Как правило, их ноги там у лошади или у собаки не то, что за линию спины не выходят, они вот дальше вот такой линии не выходят, а ведь для нас это в позе на четвереньке всего лишь чуть-чуть, даже не выпрямленной ноги. При ходьбе, когда мы заводим ногу назад, напрягается как раз вот эта мышца, которая у большинства животных просто вообще не развита, она не такая большая, потому что ноги назад они не заводят от слова никогда. Соответственно, у кота там или у собаки искать большую ягодичную мышцу, чтобы нащупать ее такую большую, бесполезно, ее там просто такой большой нет. Медики эту мышцу очень любят, потому что она реально очень крупная, в нее удобно вкалывать внутримышечные инъекции, делать в нее уколы, и она действительно напрягается при ходьбе, то есть чем больше человек ходит, бегает и прочее подобное, тем больше накачивается эта мышца. За счет того, что мы прямо ходим, вот эти мышцы вдоль позвоночника у нас тоже всегда напряжены. И есть еще одна мышца уже в нижних конечностях, которая у человека всегда тоже очень развита. Опять же, у кота или у собаки вы ее такой крупной не увидите. Это мышца икроножная. Тоже мышца, которую обычно все у себя могут нащупать, ее хорошо видно глазами, и накачанные икры практически у всех людей. Она тоже связана с ходьбой. Эта мышца тянет за пятку, она крепится к пятке одним из самых известных и крупных сухожилий человека, так называемым ахилловым сухожилием. К сожалению, если кто здесь, присутствующий спортсмен, знает, именно вот это мощное, толстое, прочное сухожилие легко рвется. Не потому, что оно тонкое, а потому, что оно выдерживает самые страшные перегрузки при беге, ходьбе на двух ногах. Соответственно, поскольку эта штука подтягивает пятку, а мы ходим не на пальчиках, когда мы перекатываемся с пятки на носок, мы все время напрягаем эту мышцу. И, соответственно, для того, чтобы просто стоять вертикально, она у нас тоже слегка напряжена. У нас много мышц, поддерживающих наше тело в вертикальном положении. На этих двух страшноватых персонажах отображены, в общем-то, самые знаменитые мышцы, которые обычно все знают. Вот передняя мышца, самая крупная, наверное, по объему мышца в человеческом организме, прямая мышца бедра, она четырехглавая, она крепится аж четырьмя головками кверху, которая разгибает ногу. А вот эта косая, идущая поверх нее, партняжная мышца, которая тоже разгибает ногу, но тянет не за коленку спереди вот здесь, а сзади. Собственно говоря, тут такие основные мускулы, которые обычно знает каждый тренер. Теперь, что касается механизмов, важных механизмов сокращения мышц. Раз у нас есть нейроны, которые связаны со всеми мышцами, самая будет большая проблема, если сведет все мышцы одновременно. Кто слышал, что существует такая болезнь эпилепсия? Ну, полагаю, кто-нибудь дослышал, хотя пока что выглядит так, как будто никто. Ну, вот Алексей слышал. Эпилепсия – это заболевание мозга, точнее, нарушение работы мозга, когда двигательные нейроны внезапно, без повода, ну, иногда с поводом, для этого может быть дополнительное раздражение, у эпилептика можно вызвать припадок дополнительной стимуляции, например, такие радужные разводы, полосатые рисунки, прочие чередующиеся узоры могут стимулировать эти нейроны. Но эти нейроны, они находятся в возбужденном состоянии, когда им не надо. Они гиперреактивные. И нейроны двигательной коры возбуждаются сразу же все, и бедному эпилептику сводят скелетные мышцы. Он не хотел ничем пошевелить, а у него одновременно многие мышцы вдруг начинают сокращаться. Это не судороги. Судорога – это когда мозг не командовал, а мышца сократилась. Вот это называется судорога. Когда мышцу свело из-за того, что локально, там вошли ее на кальций или не вошли, или мышца переохладилась, и там тоже нарушился вход химических веществ. Но команды при судороге мы не отправляем. А вот при классической обычной судороге, если эпилепсии нет. А вот если мозг отправляет команды всем мышцам сокращаться, это патология уже нервной системы. Она может быть вызвана, конечно, химическими веществами. Слышали про такую болезнь столбняк? Столбняк – это инфекционное заболевание, бактериальное, вызываемое такой специальной бактерией, живущей в основном в земле, загрязненной фекалиями и всяким таким. Но вообще она не интересуется людьми. И в отличие от некоторых бактерий, которые хотят попасть в организм и попитаться, куберкулез, например, столбняк, нами не интересуется. Эта бактерия живет себе в земле сама по себе. Но если она попадет случайно в организм, например, рану испачкали, каким-нибудь сучком грязным проткнули ногу, то эта бактерия не для нас, а просто в процессе жизнедеятельности она выделяет вещество, которое вызывает такие реакции нервной ткани, что все мышцы тела одновременно сводят. Почему столбняк? Потому что человек в тяжелой стадии столбняка, он находится в тотальной судороге такой, остолбеневает. Это все нарушение. В норме нейроны мышц антагонистов должны тормозиться. Если пошла команда мозга бицепсу согнуться, одновременно должна пойти команда мозгу трицепсу расслабиться. Точнее, не пойти команда мозгу расслабиться, а команда трицепсу не должна поступать, сокращаться. А чтобы эта команда не поступала, нейроны, которые ему командуют, должны затормозиться. Соответственно, когда сгибатели сокращаются, нейроны, стимулирующие разгибатели, должны тормозиться. И наоборот. Вы, наверное, слышали, если занимались спортом, что нагрузка бывает динамическая и статическая. Что это значит? Если мы один раз пошевелили мышцы, то я согнула руку и все. Или там согнула палец и все. Это динамическая работа. Сокращение совершилось, сразу расслабление совершилось. Но в ряде случаев, между прочим, с поддержанием позы вертикально стоя или даже сидя, это тоже постоянная вещь. Некоторые мышцы должны быть сокращены долго. Я, например, что-нибудь притяну, кто-нибудь у меня будет отнимать что-нибудь, а я все равно буду держать. Мой бицепс останется сокращенным, я его не расслаблю, он все время сокращен. Это называется статическая работа мышц. И приводит она к гораздо большему утомлению, снижению работоспособности. Но самое главное, это не то, что устают мышцы, хотя мышцы могут просто потратить все ресурсы, сжечь все питательные вещества, кислорода, опять же, может им начинать не хватать. Но еще устают нейроны, которые все это время должны посылать сигнал. Сократились, 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 сократились. То есть для того, чтобы мышца не расслабилась, она должна беспрерывно получать сигнал от мозга. Сокращение, сокращение. Пока этот сигнал идет, она будет сокращаться. Утомляются и двигательные нейроны, и исчерпываются ресурсы мышцы. Иван Михайлович Сеченов показал, что для того, чтобы мышцы, не только мышцы, но и нейроны хорошо восстанавливали свою работоспособность, лучше не просто полностью расслабить мышцу и затормозить мото-нейроны, а включить другую мышцу и отвлечься на другой нейрон. Это называется активный отдых. Поэтому, если у вас затекли какие-то мышцы, лучше разнообразно подвигаться, чем просто упасть, как пульт где-нибудь полежать. Действительно, если мышцы накачиваются, то есть если нагрузка больше, то не только сами мышечные ткани увеличиваются. Картинка старая, советская, про тренированного и нетренированного подростка. Но не только мышца увеличивается, но поскольку она с большей силой тянет за кости, как правило, под нагрузкой и кости утолщаются, упрочняются и становятся более бугристыми и корявыми, чтобы мышца от них точно не оторвалась. Чем бугристие место прикрепления сухожения лежали, тем надежнее крепеж. Поэтому действительно у нетренированного человека и скелет тоньше, хрупче и риск, если вдруг придется совершить большое усилие, разрывы связок, отрывы мышц, повреждения мышц или связок тоже выше. Поэтому тренированный человек не только больше готов к мощному усилию, недостаточно развитая мышца просто не совершит усилия в столько килограммов, но и меньше рискует. Поэтому не только из соображений красоты или чего-нибудь еще, а в первую очередь из соображений здоровья и возможностей, действительно всякому человеку лучше находиться в относительно тренированной форме. Теперь последняя история про мышцы. За счет чего получается энергия и как отличаются знаменитые белые и красные мышечные волокна. Каждое сокращение, каждый шаг миозина это одна молекула АТФ. Миозинов там миллиарды, значит нам нужно много-много АТФ. Как нам ее получить? Есть три пути, где взять АТФ в мышце. Там есть всегда запас специального вещества, которое держит фосфат, чтобы пришить его к аденозин дифосфат и сделать три фосфата. То есть синтезировать АТФ. Это креатинфосфат. Он у нас, грубо говоря, как аварийная система. На 5-10 секунд его хватит. То есть если вы не питались, голодали, не дышали глубоко, вообще были морально ни к чему не готовы, и тут на вас напал кокодилы, вам нужно срочно подпрыгнуть. На 5-10 секунд мышечных усилий хватит запасов ваших мышц. А вот дальше, если вам нужно бежать, через 5-10 секунд этот запас исчерпается, и работа станет невозможна. Соответственно, дальше нужно разлагать питательные вещества, которые есть в мышцах. Довольно много в мышцах гликогена. Гликоген – это углевод вроде крахмала. Поэтому надо понимать, что когда вы едите мясо, вы едите не только белок, но и углеводы. Вполне себе. Крахмал и гликоген – это просто полимеры глюкозы. В принципе, до 2% мышечной массы – это запасы гликогена. Их можно расщеплять без кислорода. Но это тоже не очень много и не очень долго. И разные мышечные волокна по-разному. Самое популярное, чем мышцы пробавляются – это аэробное, то есть с кислородом, окисление глюкозы и жирных кислот. В числах на общей биологии сколько получится АТФ. Но это самый типичный способ. То есть мышцам нужно принести кислород. Они должны хорошо кровоснабжаться. Вы начинаете сразу сильнее дышать, когда мышцы загружены. Сердце начинает сильнее, быстрее биться, чтобы туда отнести этот кислород. Соответственно, большинство мышц хотят и любят аэробную нагрузку. Но с этой точки зрения в мышцах есть отличающиеся морфологически мышечные волокна. Некоторые мышечные волокна, называемые красными, содержат много миоглобина, для того, чтобы переносить кислород от капилляров. Много митохондрий, которые при помощи кислорода окисляют еду. В них мало запасов. И не очень много помещается самих миофибрил, потому что много саркоплазмы с миоглобиновыми митохондриями. Они более красные по цвету, потому что больше миоглобина. И они долго могут работать, если мы достаточно хорошо дышим. Но это не очень большая мощность, потому что не очень много миофибрил. А есть белые мышечные волокна, более светлые, они, конечно, не белоснежные, в которых мало миоглобина, митохондрия. Они не рассчитаны на кислородное усилие. Но зато очень много миофибрил, они могут очень сильно сократиться. Недолго без кислорода, но большое усилие. Так вот, у разных людей и под разными нагрузками, и у разных людей от природы преобладают разные мышечные волокна. Поэтому, когда про человека говорят, он по своей природе спринтер, а этот стаер. Из этого получится там хороший хоккеист, а из этого не получится. Вот для всего, где есть резкие, мощные движения, для бега на короткие дистанции, для штангистов, для хоккеистов, нужно большое количество белых, быстро утомляемых мышечных волокон, чтобы развить короткое на очень мощное усилие. Для бега на длинные дистанции, для сложных художественных гимнастических упражнений, лыж и прочего подобного, больше подходят люди, у которых больше красных мышечных волокон. Они не очень мощные усилия развивают, но зато способны его развивать долго-долго-долго. Есть ли вопросы? Если есть вопросы, задавайте. Если нет, давайте прощаться.